Выделительная система человека Выделительная система человека состоит из почек, от которых отходят мочеточники. Мочеточники выходят в мочевой пузырь, а от пузыря отходят мочеиспускательный канал. Почки – это парный бобовидный орган, закругленный с нижней и верхней стороны. Сверху на почках сидят железы внутренней секреции надпочечники. Сами почки находятся на задней стенке брюшной полости, правая почка на 1-1,5 см ниже, чем левая почка. В вогнутом крае почки имеют ворота. В ворота входит почечная артерия, а выходит почечная вена. Почечная артерия отпочковывается напрямую от аорты, а почечная вена, которая выходит из почки после обмена веществ внутри, вливается в нижнюю полую вену. Помимо почечной вены из ворот почек выходят мочеточники. Из каждой почки по одному. Получается, что почек 2 и мочеточников тоже 2. Мочеточники вливаются в мочевой пузырь непарный, а от мочевого пузыря отходит мочеиспускательный канал. В строении выделительной системы мочеиспускательный канал – это единственная структура, которая имеет разное строение у мужчин и женщин. У женщин мочеиспускательный канал – это короткая трубка длиной примерно 3-6 см, которая открывается самостоятельным отверстием в преддверии влагалища. Однако это два абсолютно разных отверстия. Влагалище, вход во влагалище и мочеполовое отверстие. У мужчин же длина мочеиспускательного канала, во-первых, больше. Мочеиспускательный канал у них длиной примерно 16-20 см. Плюс в нем выделяют несколько частей, несколько зон. По строению мочеиспускательный канал имеет одинаковое трехслойное строение, что у мужчин, что у женщин. Но в силу того, что мужской мочеиспускательный канал длиннее, у него идет зонирование уже по длине. Часть, которая проходит через простату, у мужчин называется предстательной. Та, что проходит через мочеполовую диафрагму, называется перепончатой. А та часть мочеиспускательного канала, которая идет через половой член, называется губчатой. Мочеиспускательный канал у мужчин служит одновременно и для выведения мочи, и для выведения продуктов половой системы. В этом видео мы рассмотрим строение почки человека. Почка снаружи покрыта своей собственной фиброзной капсулой. Здесь не изображено, но со стороны ворот находится очень много жировой, рыхлой жировой ткани, которая образует жировую капсулу почки. Вещество почки делится на два типа. На корковый слой, или корковое вещество, и мозговое вещество, или мозговой слой. Корковое вещество образует слой толщиной 4 мм. Мозговое вещество состоит из вот таких образований конической формы, которые называются пирамидки. Вершина пирамидки смотрит в сторону центра почки. Там находится сосочек. Каждый сосочек из каждой пирамидки усеян множеством отверстий, через которые моча, образовавшаяся, выходит в малые чаши. Малые чаши, в конце концов, сливаются в две большие чаши. А две большие чаши сливаются в одну общую почечную лоханку. Лоханка, изгибаясь вниз, образует мочеточник. Через ворота почки внутрь заходят кровеносные сосуды. Почечная артерия. Внутри почки разделяется на артериолы, а артериолы на капилляры. Капилляры очень густой сетью пронизывают всю почку, ведь основная функция почки отфильтровывать из крови плазму и образовывать из нее мочу. Поэтому капилляров пронизывают почку очень много. Капилляры соединяются в венулы, а в венулы в вены, в почечную вену. Почки удаляют ненужные продукты обмена. В частности, мочевину. Почки выводят ядовитые вещества, в том числе и лекарства, которые всосались в кишечники. В силу того, что именно почки решают, сколько воды останется внутри, а сколько выйдет наружу, почки регулируют водно-солевой обмен и PH крови. В случае необходимости, почки выводят из организма избыток глюкозы. Плюс внутри почек синтезируются некоторые биологически активные вещества, которые регулируют кроветворение и кровяное давление. Зомichание В службе Воспожа В смотрелку 2 Воспожа 3 3 3 3 4